Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о следующем классе позвоночных животных, о классе млекопитающих. Класс млекопитающих – это самый сложно устроенный класс животных на планете Земля. Человек тоже относится к представителям класса млекопитающих. Млекопитающие – это самые сложно устроенные позвоночные животные, широко распространившиеся по планете Земля. Особенности жизнедеятельности и внутреннего строения млекопитающих позволило млекопитающим освоить практически все среды жизни. Млекопитающие обитают в водной среде обитания – это киты, дельфины, моржи, тюлени. Есть млекопитающие, которые обитают в наземно-воздушной среде обитания – это кошки, собаки, лошади, олени, архаары, приматы и так далее. И третья среда обитания, которая освоена млекопитающими – это почвенная среда обитания – различные кроты, звездоносы и землеройки. На планете Земля огромное количество млекопитающих. Самым маленьким из них является карликовая многозубка, или ее еще называют этрусская землеройка. Это самое маленькое млекопитающее на планете Земля. Длина тела данного животного до 3 сантиметров, вес 1,5 грамма. Это животное интересно еще тем, что 24 часа в сутки она должна питаться. Карликовая многозубка питается постоянно. У нее такой интенсивный обмен веществ, что если она перестанет есть, то она просто-напросто умрет от истощения. Самое большое млекопитающее – это синекит. Синекит вырастает в длину до 32 метров и весит до 190 тонн. Синекит – это морское млекопитающее, освоившее водную среду обитания. Среди наземных млекопитающих самым крупным является африканский слон. Вес данного животного до 7 тонн. На планете Земля на сегодняшний день 4,5 тысячи видов. На территории Кыргызстана обитает 83 вида млекопитающих. Огромное количество животных объединили в один класс млекопитающих, потому что у них есть характерная особенность. Характерные особенности класса млекопитающих. Животные покрыты шерстью, имеют млечные железы, челюсти с зубами, подвижные ушные раковины, выкармливание детенышей молоком, живорождение и высокоразвитая нервная система. Пожалуйста, характерные черты класса млекопитающих перенесите в свою тетрадь. Если мы посмотрим на внешнее строение млекопитающих, то мы увидим следующие отделы тела. Голова, шея, туловище, две пары конечностей и у большинства млекопитающих имеется хвост. Тело млекопитающих приподнято над землей. Кожа млекопитающих состоит из двух слоев эпидермиса и дермы. В нижней части дермы откладывается жир, образуя так называемую подкожно-жировую клетчатку. Кожа образует у млекопитающих шерсть и волосы. Кроме того, кожа образует еще роговые чешуйки. К ним относятся рога, копыта, когти и ногти. Все эти образования выполняют свои соответствующие функции. Тело млекопитающих покрыто волосами или шерстью. У морских млекопитающих отсутствие волосяного покрова является вторичным явлением и оно связано со средой обитания животных. Роль волосяного покрова у морских млекопитающих выполняет подкожный жир. Волосяной покров состоит из волос различного типа. Остевых волос, подшерстка и чувствительных волос. Чувствительные волосы носят название вибризы. В коже млекопитающих имеются железы. Потовые железы, сальные железы, пахучие железы и млечные железы. Млечные железы необходимы для выкарливания детенышей молоком. Отсюда и название класса млекопитающей, потому что они выкарливают детенышей молоком. Пожалуйста, железы млекопитающих запишите в своем тетради. Скелет млекопитающих имеет определенные особенности. Первая особенность – большая мозговая коробка. Вторая особенность – зубы крепятся в ячейках челюстей и делятся на резцы, клыки и коренные зубы. У млекопитающих впервые появляется дифференцировка зубов. Каждый вид зубов выполняет свою определенную функцию. Следующая особенность скелета млекопитающих – то, что в поясе передних конечностей у млекопитающих отсутствуют ключицы. Среди млекопитающих есть стопоходящие, пальцаходящие и копытные млекопитающие. Если мы рассмотрим более подробно скелет млекопитающих, то можно увидеть, что у них достаточно крупные размеры черепа. Это связано с увеличением объема головного мозга. В скелете млекопитающих выделяют скелет головы, скелет туловища и скелет конечностей. Скелет туловища – это скелет позвоночника и пояса верхних и нижних конечностей. Отделы позвоночника млекопитающих – шейный отдел. У всех млекопитающих 7 шейных позвонков. Исключением является двупалый ленивец. У двупалого ленивца 6 шейных позвонков и морская корова. У морской коровы 8 шейных позвонков. У всех остальных млекопитающих – от маленькой мышки до огромного жирафа шейный отдел позвоночника содержит 7 шейных позвонков. Следующим отделом позвоночника является грудной отдел, поясничный отдел, крестцовый отдел и хвостовой отдел. В этих отделах количество позвонков зависит от видовой принадлежности животного. Кроме того, позвонки крестцового отдела срослись между собой. У млекопитающих появляется особая куполообразная мышца. Эта мышца называется диафрагма. Диафрагма разделяет полость животного на грудной и брюшной отдел. Кроме того, диафрагма принимает активное участие в процессе дыхания всех млекопитающих. Теперь мы с вами поговорим более подробно о внутреннем строении млекопитающих. В полости тела млекопитающих расположены системы органов. Дыхательная система, кровеносная система, пищеварительная система, выделительная система, нервная система и органы чувств и, конечно же, половая система. Все млекопитающие являются теплокровными животными. У этих животных постоянная температура тела. Но опять температура тела это видовая особенность млекопитающих. И она может колебаться от 24 градусов у утконоса до 39-40 градусов у собак. Кровеносная система млекопитающих. Она не очень сильно отличается от кровеносной системы птиц. Кровеносная система млекопитающих. Сердце разделено сплошной перегородкой на правую и на левую половину. Далее каждая половина стверделится на предсердие и на желудочек. Таким образом, сердце у млекопитающих четырехкамерное. В правой половине сердца располагается артериальная кровь. В левой половине сердца располагается венозная кровь. У млекопитающих два круга кровообращения. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. Большой круг кровообращения проходит через все внутренние органы, обеспечивая процесс газообмена. Малый круг кровообращения называют еще легочной круг кровообращения или дыхательный. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. Благодаря малому кругу кровообращения происходит процесс газообмена в легких и венозная кровь обогащается кислородом и становится артериальной. Пожалуйста, особенности кровеносной системы запишите в свою тетрадь. Пищеварительная система млекопитающих. По способу питания все млекопитающие являются гетеротрофами. Род зверей окружен мягкими губами. Губы имеются только у млекопитающих. У других представителей царства животных губ нет. В ротовой полости у млекопитающих челюсти с зубами. Зубы дифференцированы на три типа. Резцы, клыки и коренные зубы. Но есть млекопитающих, у которых зубы отсутствуют. Это усатые киты и муравьеды. Пищеварительная система млекопитающих состоит из следующих органов. Рот, глотка, пищевод, желудок, кишечник. И заканчивается пищеварительная система анальным отверстием. К пищеварительным железам млекопитающих относятся слюнные железы. Протоки слюнных желез открываются в преддверии рта. Также к пищеварительным железам млекопитающих относятся печень с желудочным пузырем и поджелудочная железа. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в 12-перстную кишку и участвуют в процессе переваривания пищи. Пожалуйста, особенности строения пищеварительной системы млекопитающих запишите в свою тетрадь. Живачные животные. У них особое строение пищеварительной системы. И это связано с особенностью питания данных животных. В связи с тем, что жвачные животные вынуждены долго и по нескольку раз пережевывать пищу, желудок у них состоит из отделов. Отделы желудка жвачных млекопитающих. Сетка, книжка, сычук и рубец. Пожалуйста, то же самое запишите в свою тетрадочку строение желудка жвачных животных. Давайте чуть-чуть обобщим. Особенности пищеварительной системы млекопитающих. Первое. Рот окружен кожными складками. Второе. Пищеварительная система заканчивается анальным отверстием. Третье. Кишечник делится на тонкую и на толстую кишку. И на границе тонкой и толстой кишки имеется вырост с отверстием. Это слепая кишка. У жвачных млекопитающих слепая кишка участвует в процессе переваривания растительной пищи. Дыхательная система млекопитающих. Все млекопитающие дышат атмосферным воздухом при помощи легких. Легкие млекопитающие имеют очень сложное и чистое строение. Вдох и выдох у зверей осуществляется за счет изменения объема грудной полости, достигаемого путем сокращения межреберных мышц и диафрагмы. В гортане у зверей очень хорошо развиты голосовые связки. Издавая при их помощи различные звуки, звери оповещают друг друга об опасности или о своем местонахождении. Дыхательная система млекопитающих. Реберно-диафрагмального типа. И состоит из носовой полости, гортани, трахеи, бронхов и легких. Пожалуйста, запишите в свою тетрадочку, что дыхательная система реберно-диафрагмальная и органы, относящиеся к дыхательной системе. Это носовая полость, гортань, трахея, бронхи и легкие. Выделительная система млекопитающих. Выделительная система млекопитающих представлена парными почками, которые расположены вдоль позвоночника. Почки у млекопитающих бобовидной формы. От почек отходят два мочеточника. Мочеточники впадают в мочевой пузырь. Мочевой пузырь открывается мочеиспускательным каналом. Теперь мы с вами поговорим о нервной системе млекопитающих. Нервная система млекопитающих состоит из головного и спинного мозга. От спинного мозга отходят нервные окончания, образующие периферическую нервную систему. Головной мозг млекопитающих состоит из пяти отделов. Передний мозг, средний мозг, промежуточный мозг, продолговатый мозг и мозжечок. Передний мозг и мозжечок покрыты корой со складками и извильнями. Кора больших полушарий очень хорошо развита у хищных млекопитающих, у приматов, ластоногих и у китообразных. У примитивных млекопитающих, таких как насекомоядные, грызуны, сумчатые, полушария головного мозга гладкие. Пожалуйста, запишите в свою тетрадочку, что нервная система млекопитающих состоит из головного мозга, спинного мозга и нервных окончаний. Запишите в свою тетрадь, что головной мозг состоит из пяти отделов. Переднего, среднего, промежуточного, продолговатого и мозжечка. И также отметьте в тетрадках, что передний мозг и мозжечок покрытый корой со складками и извилинами. Органы чувств млекопитающих. У млекопитающих имеется орган обаяния, орган осязания, орган слуха и орган зрения. Орган слуха представлен подвижной ушной раковиной. Орган осязания – это чувствительные волоски вибрисы и орган зрения – веки с ресницами. Запишите, пожалуйста, органы чувств млекопитающих в свою тетрадь. Разножение. Разножение – это фундаментальное свойство абсолютно всех живых организмов. Благодаря размножению сохраняется преемственность жизни на Земле. Млекопитающие не являются исключением. Для млекопитающих тоже свойственны размножения. Млекопитающие – это раздельно полые животные, для которых характерен половой диморфизм. Напомню, половой диморфизм – это внешнее отличие самца от самки. Для млекопитающих характерно внутреннее оплодотворение. Развитие детенышей проходит в особом органе самок, который называется матка. Период развития детеныша в матке носит название беременность. Для всех млекопитающих без исключения характерна забота о потомстве. Виды детенышей, рождающиеся у млекопитающих. Детеныши могут быть слепые и беспомощные – это белки, собаки, кролики, хомяки. И самостоятельные и зрячие – это олени, лошади, слоны и коровы. Но независимо от того, детеныши слепые и зрячие, все млекопитающие выкарливают детенышей в обязательном порядке молоком. Млекопитающие произошли от древних присмыкающихся. Первые млекопитающие, которые появились на планете Земля, это были насекомоядные млекопитающие. Их называли третилодонтой. Третилодонты были размером с небольшую мышь. Позже появляется первое хищное млекопитающее, которое питалось более мелкими животными. Эта млекопитающая называется трикодонт. Всех млекопитающих делят на особые экологические группы. Давайте мы с вами их сейчас разберем. Первая экологическая группа – это роющие звери. Кроты, слепыши и звездоносы. Вторая экологическая группа – это гидробионты. Китообразные. Сюда относят китов, дельфинов, косаток и т.д. Полуводные звери – это ластоногие, бобры, выдры и андатры. Авиабионты – это рукокрылые. К авиабионтам относят летучих мышей. Когда мы с вами изучали тему класс птицы, мы говорили о том, что птицы – это третья группа, которая освоила воздушное пространство. Летучие мыши являются четвертой группой животных, которые освоили воздушное пространство в полной мере. Древолазы – это следующая группа животных. Приматы, белки, коалы и ленивцы. Наземные лесные звери – волки, зайцы, лисы, кабаны, лоси, медведи. Звери открытых пространств – антилопы, львы, слоны, жирафы и зебры. Городские и домашние животные – это крысы, мышки, кошки, собаки, хомяки, морские свинки. Это те животные, которых мы можем держать дома. И следующая экологическая группа – это сельскохозяйственные животные. Коровы, овцы, бараны, лошади, ослы, свиньи – животные, используемые в сельском хозяйстве. Итак, давайте обобщим. Млекопитающие достаточно широко распространены на земном шаре в связи с тем, что они являются теплокровными животными. У них достаточно быстрый обмен веществ и энергии. У млекопитающих наблюдается полное разделение артериальной и венозной крови. Для млекопитающих характерно внутриутробное развитие, забота о потомстве и быстрое формирование условных рефлексов так как головной мозг очень хорошо развит и также хорошо развита кора больших полушарий. Теперь, ребята, запишите, пожалуйста, домашнее задание. В учебнике вам нужно будет прочитать параграф 47-48 и устно ответить на вопросы после параграфа. Спасибо вам за урок. До свидания. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...